В Пенсионный фонд России обращаются тысячи граждан с жалобами на неправомерно, без их ведома или согласия, использование пенсионных накоплений. Схемы всегда разные, но суть одна. Перевод пенсии из одного фонда в другой. Чтобы воспользоваться вашими деньгами в своих целях, для мошенников главное заполучить ваши личные данные. Если вам позвонили в дверь и просят представить ваши персональные данные, паспортные данные, либо СНИЛС, в первую очередь вам нужно позвонить в управление Пенсионного фонда и уточнить, есть ли у нас такой сотрудник, и далее, наверное, в правоохранительные органы. Представители негосударственных пенсионных фондов могут только в рекламных целях предложить вам ознакомиться с информацией об их организации и условиях перевода пенсионных средств. Они не вправе требовать ваши личные данные, а решение о смене фонда всегда остается за вами. Мы спросили видновчан, сталкивались ли они с мошенническими действиями недобросовестных пенсионных фондов и знают ли, как себя вести в таких ситуациях. Мужчина стояла и говорила, что если там не вступили в пенсионный фонд, то с вас что-то будет списываться. Я никогда не иду на эти провокации, пока в здравом уме и твердой памяти. Не знаю, можно растеряться в такой ситуации, так что не знаю, чтобы никого не касалось этой ситуации. Если вы стали жертвой мошенничества и хотите отказаться от услуг обманом навязанного фонда, вам необходимо в течение 10 дней обратиться в Пенсионный фонд России и написать заявление о восстановлении ваших накоплений. Но давайте разберемся, чем отличается государственный пенсионный фонд от негосударственного, в чем его преимущество и на что следует обратить внимание, если вы решили перевести свои пенсионные накопления. Негосударственный пенсионный фонд в принципе такая же структура, как государственный пенсионный фонд. Единственное, что это не официальная государственная структура. То есть они тоже имеют право регистрировать в системе обязательного пенсионного страхования и, скажем так, распоряжаться накопительной частью на усмотрение застрахованного лица. То есть если вы хотите, чтобы ваша накопительная часть находилась в негосударственном пенсионном фонде, прежде всего вы должны заключить с ними договор. Как правило, процент инвестирования в негосударственных пенсионных фондов выше, чем в государственных управляющих компаниях. Ну и по надежности уже нужно смотреть на сами негосударственные пенсионные фонды. Как правило, чем фонд больше, крупнее, он надежнее. Как распорядиться своими накоплениями, решать вам. Главное, внимательно отнеситесь к выбору пенсионного фонда, изучить его репутацию и с какими управляющими компаниями он сотрудничает. Алексей Мельников, Владимир Пижонов, Сергей Ларин. Видное ТВ.